Кила! Гитрай пишет, здорово! Пошли рестарты и кнайф раунд, который определяет, кто за кого будет играть. Ну, давайте полетели на центр нашей мега-камерой, смотреть, кто кого там будет резать. Кнайф раунд, раунд на ножах, определит команду, которая будет выбирать сторону. То есть команда, которая побеждает в кнайф раунде, она будет выбирать, за кого она начнет. За атаку, либо за защиту. Вот они высыпали гурьбой. Виртус про красные, шведы синие. И пока 1-1. Предыдущий кнайф раунд, команде Винфаркт, Виртус про проиграли. Ну, просто вообще без шансов. Кучер в одиночку накидывается на него и режут ножами. Ну, что же, да, это было несложно для шведов. Они достаточно просто покромсали своих оппонентов в Виртуз. Ну, вот не подготовили Виртус про раунд на ножах. Ну, вот что ж теперь делать. Еще месяца 2 или 3, я уверен, что они будут-будут показывать результаты в кнайф раунде. СК готовы. Мы стримим эту игру до того, как одна из команд наберет 16 раундов. Потому что то, что произойдет после нас, не интересует. И последний матч вам придется смотреть в компании Ухо и Ангел. Потому что мне завтра на работу. И я не смогу его для вас постримить. Последний матч это будет Виртус про против Альтернейт. Ну, что же, опять, опять судья просто не оставляет Виртус про в покое. И, типа, ребят, ну вы готовы, Виртус про, вы готовы. Мне кажется, это такой легкий троллинг. Такой же, как легкий голод, но только легкий троллинг. Так, ну, что, посмотрим, как будут действовать в первом раунде игроки команды Виртус про. Игра началась, и мне надо задать вам вопрос. Итак, вопрос следующий. Первый состав команды Шройд Команду. Это сложный вопрос, и немногие из вас смогут правильно ответить на него и назвать первый состав команды Шройд Команду. Это вопрос с подвохом, реально. Ну, если вы знаете, заходите на поиск Уплей в новость Виртус про между Молотом и наковальней, и там дают свой ответ. Перестрелка у нас, размены. Кучер занял высоту, видимо, любит быть сверху. Трейс на центре сидит, не высовывается даже оттуда. Робан, гетрайт, отлично себя показывают. Два в три ситуации, кучер сверху, бомбы нет, бомба лежит на вагоне. Вот здесь бомба лежит, вот она. Вот он там бегает, стреляется с кем-то. Ну, время тянут, конечно, тяжело очень сейчас Виртусам будет взять этот раунд. Вот кучер спрыгивает, его, конечно, слышат. Трейс делает минус-хакера, кучер остается в одиночестве. Опять кучер убивает спину. Кучер! Дайте кто-нибудь совет кучеру, что очень плохо пытаться вот так вот уйти на шару. 1-0, и достаточно просто СК-гейминг берут. Берут первый раунд. Пошли, пошли у нас, ребята, втроем по зелени готовятся. А зелень, вы обратите внимание, никто не держит. Там уже выход состоялся, но это разводочка такая. Ребята, я вообще задаю вот вопрос. Первый состав команды Шрот Коммендор. У Тевилл хороший хэдшот показывает. Но здесь тяжело. Смотрите, Лекс пытается с Глока там на расстоянии там в 30 метров перестрелять Кольт. И, конечно, это 2-0. Без шансов здесь все быстро заканчивается. Форест Дебест был только потерян у СК-гейминг. Итоги конкурса, кстати, будут подводить завтра и послезавтра. Я видел там уже 300 комментов, и мне потребуется на это какое-то время. Эко-раунд в исполнении Virtus.pro. Бомбы им поставить не дают. Судя по всему, решают быстро пробежать. Ну, давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Мне кажется, что они здесь быстренько все умрут. Выходят там на вагонах. Крошат просто, ложатся. Складываются, как карточные домики игроки команды Virtus.pro. 3-0 счет. Ну, это СК. Да, здесь очень тяжело что-то сделать. Это команда мирового уровня, которая, ну, очень далеко находится от Virtus.pro по шкале крутости. И она это доказывает. Ну, первый раунд на оружие. У Virtus.pro хороший шанс. Лекс идет на центр. Давайте посмотрим, что он там сделает. Он вышел на центр, пытается разводка, куча в этот момент пытается... И вот Лекс результативно выходит, убивает Трейса. Выход состоялся уже на бомбуэнт, теперь все зависит от Гитрайта и Робана, которые вот на этих линиях сидят. Гитрайт великолепно себя показывает. Минус 2 уже от Гитрайта. Хуч пытается уйти на ноже, но он возвращается. Летят гранаты и Virtus.pro отступают назад. Хакер пытается уйти на снизу вверх. Вот смотрите, вот он. Что, Хакер застрял, что ли? А он ждет, что отсюда кто-то придет. Отсюда никто не придет. Фейс на центре, Робан и Форест на бомбуэнте. И Гитрайт уже там наверх забрался. Вот он и убил Эвела. Хуч. Хуч идет. Слева от Хуча сидит Робан. Давайте посмотрим. Вот сейчас будет встреча. Уже убил Хакер Гитрайта. Вот Хуча сейчас должны в спину убивать. Хуч аж испугался. В уголок пострелял. Ой, так жалко Хуча. Убили его в спину. Ну, я думаю, мог быть в сердечные приступы. Парня. Фейс. Как разыграет сейчас эту ситуацию. Он на этом бомбуэнте сидит. Хакер. Хакер. Ну, вот он пытался по лестнице слезть правильно, чтобы не слышно было. Но все равно свалился, как мешочек с картошкой. И Форест там. Трейс еще был. Ну, здесь без шансов. 4-0. Что-то совсем разладилось. Не день Virtus.pro сегодня явно. Не день, не месяц. Но, может быть, может быть, как говорят люди из Лиги Добра. Может быть, это год Virtus.pro. Может быть, 2012 год станет годом Virtus.pro. Но пока не их день. Не их неделя. Может быть, не их месяц. Но год-то мы верим. Верим в то, что это реально. Бегут они на Фейса. Давайте посмотрим, как там у нас Фейс. Вот Фейс сидит здесь. Вот они идут на него. Сейчас Фейс соберет свою кровавую жатву. Там Трейс ему сидит. Хорошо, аж Ешечка заходит. И Фейс здесь делает минус сколько? Минус 3 уже. И пытался, пытался там убить. Хуч остался один. Хуч... Хуча обошли в спину опять. 5-0. Счет. 8-1. Гитрайт. 5-0. Робан. Фейс 5-1. Форест 4-2. Трейс 3-1. Против Virtus.pro. Хакер 3-5. Это лучшая статистику Virtus.pro. Эвил 1-5. Алексей К. Так же известный, как Лекс. 1-5. Хуч 0 на 5. Кучер 0 на 5. Кучер, видимо, растерял все полимеры. И потратил всю свою манку на игру с винфактом. Жалко, что этого не хватило. У-у-у-у. Здесь какая-то крутая задумка. Но она быстро развалилась, как и предыдущие 5 раундов. Давайте посмотрим, как у нас там по диспозиции. Идет Хуч к Фейсу. Ну, так растянулись. Халдятся, халдятся ребята из Virtus.pro. Ну, видимо, какие-то задумки у них есть. С 2005 года еще что-то осталось. И вот решают сейчас выходить. Хуч только хочет выйти, а туда сразу HE прилетает. И Хуч такой, господи, что это ИСК делает? Они что, чуют, что ли, меня? Да, возможно, Митя, возможно, они чуют тебя. Русским духом запахло. Как ведьма там, фейс такой. Что русским духом пахнет? И Хуч такой, блин, я не герой сказки. Я, пожалуй, пойду отсюда. Хуч в дыму, как ежик в тумане. Бомбы решают брать. И пойдут вот сюда. Сейчас посмотрим, как Робан здесь разыграет. Робан, отлично, верно кинутая флешка. Там все слепые котята. Сразу центр пытается отсечь, но хакер, оказывается, удачнее. Форест с высоты просто занял высоту. И там свои. В зеленке Лекс выходит. Вот он, Лекс. Гетарайт должен сейчас убивать Лекса, но Лекс не туда пошел. Фейс на центре. Трейс там на линиях. Гетарайт минус Эвил. Гетарайт минус Кучер. И остается Лекс в одиночестве. Легенда, но Легенду останавливает Фейс. Индафейс просто. 6-0. Все попытки Виртуз Про взять хоть что-нибудь, хоть хлебушек украсть у СК, заканчиваются пока что ничем. Очень печально. Очень. Диспозиция такова. Кучеру оставили бомбу. Хуч уже где-то там на центре карты пытается отдаться. Хуч уже отдался на центре карты. Остальные 4 игрока еще не успели даже добежать куда-то, а Хуч уже отдался. Это действительно успех. Ну, здесь пыталась что-то по зелени. Кучер с Алексеем даже решили не выходить. Хакера пустили на мясо. Эй, хакер, беги вперед, отдавайся. И вот Эрил здесь снизу вверх убил. Ну, а когда хакер отдался на зелени, два игрока Виртуз Про оттянулись назад. Такие, о-о-о, мы его подставили. Бедный хакер. Ну что же, три игрока здесь. Вот, давайте посмотрим. Вот так они выглядят. Там Фейс один. Все зависит от того, куда они пойдут. Но идут они, конечно же, к Фейсу. Очень медленно они боятся. Давайте посмотрим, как Фейс разыграет эту ситуацию. Идут пока-пока в перемычке только. И вот, по-моему, знаете, Форест почуял. Он собирается сейчас подняться. Но мы все-таки наблюдаем. Вот Фейс видит. Ох, хэдшот ему хорошо заряжают. Форест движется в спину. Вот давайте сейчас на Фореста посмотрим. Смотрите на этого негодяя. Ух, Форест сейчас дело здесь натворит, если успеет. Очень медленно, очень стратежно. Вот одно тело, минус одно тело, минус, минус, минус второе тело. И Форест минус три. Это успех. Это игрок мирового уровня. Ничета, ничета, конечно. Вот, Virtus.pro. Пока, пока. Мы верим, что когда ребята сыграются, они будут показывать совершенно другой Counter-Strike. Мы точно не можем сказать, будет он лучше или хуже этого. Но мы можем быть уверены в том, что он будет другим. 7-0 счет. Virtus.pro нашла вода. Пытается подтечь под камень SK Gaming, но у них не получается. Вода камень точит, но не в этом случае. Так, Лекс спустился у нас. Лекс... Вот Лекс спустился, но боится выходить. Там все в доме засели. Никто, кстати, не смотрит сейчас Лекс, кроме Робана. А вот Робан там на вагоне, прямо на этом. Сейчас уже смотрит. Вот, мы видим, видим Робана. Так, и у нас, судя по всему, готовятся они идти. Там, там, там Фейс. Вот он. И Кучер реализует свое АВП. И у нас остается Трейс. На нижнем пропете. Хорошо откидывает. Пытается отойти. Но АВП спасает свое. В ножку попадает. Пытается из него добить. Добивает. Отлично разыгрывает. Не убивает Трейса. Большая, большая недоработка со стороны Virtus.pro. То, что сейчас они не убивают АВП. Они захалдились. Вот в бок все-таки. Зашел Кучер реализует. У Гитрайт уже бежит в спину. Но поздно, поздно. Два в два ситуация. А где бомба? Бомба. К бомбе надо вернуться. Забыли бомбу. Берем бомбу. А здесь уже, посмотрите, Гитрайт успел. Он как будто бы знал, что Virtus.pro ставит бомбу. Ну и поплатились за это. Можно было взять раунд. Можно было размочить. Кучер остается один в два. Контролирует бомбу. Ну, сейчас Хуч напорится на Гитрайта. Это будет неравная борьба. 8-0. Вообще вся эта игра подходит отлично под определение неравная борьба. Зря, очень зря Virtus.pro согласились играть на этом турнире. Потому что, ну, дело, по-моему, пахнет 15-0. Ну, вот потому, как сейчас, что какие-то вещи пытаются изобразить в Virtus.pro, насколько сильно они разбиваются в дребезги просто. Ну, вот, наконец, что-то, что-то новое. Попытка выйти. Эвил, она удается. Он пытается зайти в высоту. Нет. У-у-у. Ну, с такой стрельбой, батенька, вам добро пожаловать в клуб рулонов. Однако, хакер, ну, здесь, ну, тяжело, конечно. Не дают развивать успех. Смотрите, его... Ну, Трейс просто боженька. Вот только что божественная игра от Трейса. Кучер остался в одиночестве, его убивают. Я просто, ну, вижу, что игроки команды Трейс, Гитрайт, Форест, они показывают такую игру, которую, ну, Virtus.pro даже в страшном сне присниться не может. Я думаю, что же Челезик здесь не поможет в Virtus.pro. И, ну что, Virtus.pro, эко-раунд, судя по всему, пятером бегут в дом, там их Трейс ждать будет. Давайте посмотрим на это. Ну, они не идут еще пока на него, но скоро пойдут. Вот Трейс. А, ну, ждет он с АВП здесь. Они не идут, они в пятером в доме. Готовы, готовы идти к Трейсу. Вот Трейс промахивается, кстати. У Трейса нет в ОХАК, однако там Фейс... Ох, Трейс, смотрите! Игроки мирового класса тоже косячат. Криво кинутая аж Ешка Трейсом. Чуть было не повлекла за собой ужасные последствия. Для имиджа Трейса. Не для игры команды, а просто для имиджа Трейса. 10-0. 10-0. И уже в нашем чатике задаются вопросами, зачем Кучерок согласился. И что Кучер после этого чемпионата тоже закончит карьеру. Алексей с Кучером, мы видим, бегут по зелени. Пытаются что-то сделать. Там быстрая атака. Давайте посмотрим, там вообще есть кто-нибудь. Кучер пустил просто Лекса на мясо. Беги, малыш! Как несколько раунов назад это сделали с хакером. И готовы на Фейса выходить, если я не ошибаюсь. Снизу Фейс. Вот как Кучер вообще прочекает Фейса. Вот увидел, Фейс очень грамотно. Смотрите, как флешки летят. Ну, Хуч здесь вообще no chance, как говорится. Нет, нет, это не то. Так игры не выигрываются. Вот, смотрите, вышло АВП, не попало. Это кто там с АВП-то у нас? Кучер уже остался, уже убили Эвила. Кучер хоть что-то может. Вот флешка 28, даже до бомбы дойти не смог. Даже не увидел. Трейс там снова сдегла. 11-0 счет. Дело пахнет керосином. Да, это будет отличный матч для Virtus.pro, если он будет проигран со счетом 15-16-0. Да, Лекс, конечно, и Кучер уже не тех, что в первой игре. Но вот выпрыгнул, выпрыгнул кто-то. Кто это такой смелый? Это же Хуч! Опять на центре отдался. Вот Хуч опять первым отдался на центре. В этот момент бригада двигается по зелени. Зелень вообще отпустили. Уже всех убили, уже вот только эта бригада. Что такое, ребята? Откуда нас убивают? Нам не понять. На ноже Кучер пытается убежать назад и сохранить хоть остатки былой гордости. Ну вот да, вот стрельба у Кучера на уровне, но этого недостаточно. Да, атаки Виротус.pro печальные чуть более, чем полностью, потому что пока одна половина успевает добежать только до той точки, откуда им надо выходить, вторая половина уже успевает отдаться. Это я говорю про двух и двух игроков. А Хуч отдается быстрее, чем даже вторая половина. Потому что вторая половина не успевает добежать хотя бы до половины. Ее уже убивают Хуча. На Фейса идут. Впятером сейчас двигаются на Фейса. Чует это Фейс. Давайте посмотрим. Ну вот идут, идут. Вот Лекс, Клашо. Вот вам флешечка, ребята. Давайте посмотрим. Трейс прострелом убивает Хуча. Ну, я не знаю, что вообще Виротус.pro могут сделать против такой игры, потому что здесь, наверное, никто ничего сделать не может. Вот они впятером выбегают. Посмотрите, без флешек, без всего. Хакер убивает Эрила. Разброс шатания. Пошла, пошла, наконец, Ашье. Вот здесь такая оппозиционная война. Поставлена бомба. Кто у нас остался? Кучер, Кучер убивают. 13-0. Ну, что там у нас? Так, ну, тимкилл. Без тимкилла, ну, без тимкилла и игра плоха. То есть мы, конечно, ждали от Виротус.pro чего-либо такого, но мы не ожидали, что чем-нибудь таким станет тимкилл. 13-0. Эко-раунд. А, нет, не эко, там есть Ашье-шки. Опять быстро пытаются пробежать по центру. Вот Кучер, наконец, что-то удается. Выход на центре Кучер удался, он убил. Хуч уже на центре вышел. Хуч убивает Романа. Ну что же, возможно, это начало того раунда, того первого раунда, который Виротус.pro возьмут. Надо это делать, надо бороться до конца. Эвил, Эвил уже прошел по зелени, зелень вся твоя. Эвил, бери, пользуйся. Слева только сладенький гет-райт, дождись его, дубей. Нет, у Эвила не получилось. И численное преимущество, которое было наработали Виротус.pro впервые за 13 раундов, за 14, оно снова исчезло. Ну вот пытаются, пытаются здесь в Виротус.pro проатаковать зелень. Смотрите, Кучер и Легенда у нас здесь. Сейчас, гет-райт, гет-райт пасет, пасет. Выходит гет-райт, Кучер казнит его. И там отлично закинутая шешечка. Лекс, ну у Лекса со стрельбой что-то не очень лазится. Сегодня он проигрывает даже автомат против Дигла. Да, это печально. Ну по статистике мы видим, что Хакер, Кучер на первых местах 7 на 6. 7 и 6. Последний раунд за первую сторону нас ожидает. И я задаю еще один вопрос сразу после него. Так, ну. Вот сейчас что-то интересное хотят показать нам Виротус.pro. Втроем они готовятся выйти на центр. Выход. Ну гет-райт очень четко отсекает вообще любые выходы. Хуч опять снизу вверх выходит. И вот похоже получается развести. Ну хоть хотя бы чуть-чуть на пол шишечки разводят. И вот трейс там снова с Диглом, с АВП, господи. Я не знаю, как вообще можно выиграть у СК, а то когда они играют так. Хуч остается один. Один в три, видимо, они все-таки думают, что может взять раунд. Вот там сидит СКшник один. Вот там вот второй слева ходит. Смотрите, Хуч. Оп. Услышали его. Хуч пытался что-то сделать. Но нет. 15-0. 15-0. И это просто кошмар. И я задаю еще вам один вопрос. Вопрос следующий. Спауну, как и Лексу, понадобилась их помощь на турнире? Чья помощь понадобилась и Спауну, и Лексу на турнире? Если вы знаете ответ на этот вопрос, пишите его на сайте PlayStoplay в комментариях к новости Virtus.pro между молотом и наковальней. И у нас остается один вопрос, который будет задан после того, как эта игра закончится. Я напоминаю вам, Спауну, как и Лексу, понадобилась их помощь на турнире. Чья помощь понадобилась этим игрокам? Первый раунд. СК в четвером рашет. Робан уже вышел на центр. СК в четвером рашет зелень. Ну, интересная задумка. Прилип. Прилип Хакер просто к стенке. В GetRite надо выходить. И ситуация 3 в 3. Вот если бы Хакер не прилип к стенке, смотрите, GetRite-то как тактично играет. Он не высовывается под двух, он высовывается под одного. Но очень-очень крепленные сейчас игроки команды SK Gaming. Вот видели, ноги одного. 4 у GetRite. Падать ему здесь ни в коем случае нельзя. Ну, здесь вряд ли получится что-то сделать у SK Gaming. Но если они выиграют этот раунд, это будет просто божественно. Смотрите, GetRite минус Хуч. У GetRite 4% здоровья. У Трейса, ну не знаю, 10%. У Робана 33%. SK борется. Даже там с 50% ХП на всех трех игроков они борются. Лекс остался. Боже мой, неужели они проиграют этот раунд? Ну вот Лекс же, король таких раундов, когда он один с полных ХП против трех Хельных. Он должен брать такие раунды. Должен. 27 секунд до конца раунда. Так, Лекс минус 1. Лекс минус... Лекс минус 2 или ничего не произойдет? Они ушли ставить бомбу. GetRite. Лекс минус 2. Да, он король таких раундов, как я и говорил. Когда он полных ХП против там врагов, которых по 4, по 10 ХП. Трейс. 8% здоровья. Пытается обмануть Лекса. Лекс его ищет, потому что понимает, что дело может пахнуть керосином. Не видит его. Трейс просто показывает навыки человека-невидимки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Увидел, увидел, убил. Есть дефьюз это? Ну да, есть. Взял. Ну вот Лекс взял этот раунд. Вот так вот. Вот эти божественные раунды, которые берет Лекс, они выглядят вот именно так. Остался один в трех человек, который без ХП. И убил, и взял их. Молодец. Ну, действительно, хорошо разыграл. То есть шансы были хорошие, но еще надо было ими воспользоваться. Трейс, конечно, чуть-чуть не хватило, чтобы перехитрить врага. Но если бы СК взяли этот раунд, это было бы эпично. СК вышли уже на центр. Ну, расстреливают их. Повторяется та же история, что была в первой половине матча, когда СК просто давили. 15-2. Ну что же, размочили уже Virtus.pro. Это очень хорошо для них. Ну что, смотрим. У СК гейминг. Они поставили бомбу, они, в принципе, много убивали. Они должны брать оружие. Робан бежит быстро на центр. Он уже несколько раундов. Ну, то есть несколько раундов. Трейс. Выход. Задумка есть. Ну, конечно, там уже АВП даже у Трейса есть. Господи, боже мой. Два раунда они проиграли, АВП у Трейса. Это секрет Каона. Вышли на центр. Эта карта уже. Шесть у Робана. Навтыкали в него. Так, ну вот Трейс. Минус один. Эрил все-таки выигрывает эту войну снайперов. Засел Форест в этой позиции. Выходит убить, но не ту, не ту точку он выбрал. Два в три. Так, ну Гитрайт. Ууу, Гитрайт сегодня просто божит. Хуч. Вот у Хуча 100. Ситуация, кажется, такая же, как у Лекса в первом раунде. Но у Фореста 63, у Гитрайта 24. А теперь... Оп! Хуч минус 2. И... Хуч минус 3! Ура, ура, ребята! Мы видим, мы видим, с какой легкостью наши игроки берут раунды, когда они полно хповые, а у врагов хп нет. Ну, так вот. СК немножко... Не поняли, что произошло. Надо было напрячься, информацию передавать. Но, возможно, они почувствовали уже какой-то... Ну, расслабили булки. А этого делать, конечно, не следовало. И вот это раунд у СК Гейминг. Они в пятером бегут в дом. Сейчас, наверное, будут выбегать на Хуча. Смотрите, Хуч атакует. Пять бежит на него. Хуч такой! Один! Второй! Ой! Прошел! Что? Что? Как? Где? Паника у Хуча. Фейс запукивает его. Берут девайсы. Там куча уже подошел. Так, ну что? Неужели Хуч станет виновником 16-го раунда? У Ютспро берут бомбу, ставят ее. Подтягиваются. Лекс идет через респаун. Ставится бомба. 4 в 3. Ну, посмотрим, как сейчас себя проявит Ютспро. Хакер Эрилл минус 1. Робан. Ну, здесь многое зависит от Гетрайта. К сожалению, Гетрайт отдается. Да. Шансы были, но СК Гейминг сами, собственно говоря, их похоронили. Конечно, Хуч здесь был достаточно близок к тому, чтобы подставить свою команду. Во-первых, никого не убил пропрыгивающих. Во-вторых, отдал девайс. И в-третьих, из-за него поставили бомбу. 15-4 счет. 19 раундов позади. 20 раунд на экранах. Еще нам 10 раундов посмотреть. Ну, смотрите, Лекс 12 на 1. Ну, вот да, вот. То есть, как бы, когда ты смотришь, как это происходит, ты уже так, собственно говоря, не оргазмируешь. От такой статистики, от того, как такие раунды берутся, когда ты понимаешь, сколько там ХП было у врагов. Но все равно это было эпично, даже несмотря на это. Пытаются выйти по зелени. Ребята из СК выходят. Но вот Виртус Про отдают им просто спокойно выходить на открытый бомб-плэнд. Но и потом уже отбивают его очень хорошо. Гитрайт Трейс. Меняют ситуацию быстро. Трейс не отдается. А ВП почему-то нет. Отдается, видимо, втором. В 2 ВП Кучер Эвил. В 2 ВП результативно играет Виртус Про. Избрана очень неплохая тактика. Но проблема в том, что если казнят из СКшники какой-нибудь кольт у Виртус Про, то уже играть в ВП сложнее, потому что могут близко подобраться шведы. И, конечно, большое количество ВП на этой карте возможно только из-за дальних дистанций. Если есть кольты, которые сдерживают, не дают подойти близко. Ну, раунд наружу и опять у СК Гейминг. Это камбэк, возможно, пишут мне. Вот интересно заняли, сели они. Смотрите, Лекс там. А Лекс у нас... Что с чем? С кольтом, не с АВП. У Эвила и у Кучера АВП. Кучер держит центр. Эвил держит зелень. Пока не идут. Ну вот Робан идет. Нет, откидывает просто HE. Ничего пока не происходит. Там Трейс пытается как-то посмотреть с парабетикой этого, но никуда не идут. 58 секунд до конца раунда. Хакер не выдерживает и подходит вплотную к зелени. Там Форест просто смотрит, чтобы не пошли зелени. Робан начинает спускаться вниз. Сейчас он увидит Лекса. Так, так, так. Ну и совсем они в Лекса не попали. А вот здесь близко еще неожиданно. Хуч стоял, но Хучу не свезло. Хучу не свезло. Форест медленно начинает двигаться. Сейчас хороший шанс был Форесту занять зелень. Но не удалось. Сейчас все-таки пойдет, по-моему, Форест на зелень. И здесь будет такой микро-момент. Смотрите, вот только что Хакер ушел. Вот Хакер, вот там еще один. Хакер занимает эту позицию. И... И Форест выигрывает этот момент. Гитрайт. Кучер делает минус 2 результативно. Кучер продолжит. Гитрайт устремляется ставить бомбу. Лекс заходит с респа. Пытается перестреливаться, но уже... Ну, у Робана да у Фореста по 16. А вот Лексу прилетело две плюшки. На тебе, Алексей Колесников, лови. Что скажешь на это? Пытается развести Кучер с центра. Робан сидит на снизу вверх. Мы внимательно наблюдаем за легендой. Кучер минус 1. Минус 3 уже в этом раунде от Кучера. Лекс думает, что кто-то засел под вагонами. Но там Гитрайт встречает его, правда, прямо в рожу. И убивает Кучера. Ну что же, это 16-5. ГГ. Поздравляем команду SK Gaming с победой. 21 раунд уже сыгран. Мы стримим до конца. У меня здесь что-то со счетом неправильное. Ну, не суть, важно. Главное, что наверху он правильный. SK Gaming быстренько пытаются атаковать по... Там Кучер подходит близко. Сейчас вот будет встреча Робана с Кучером. И Кучер выигрывает этот момент. Еще остается там... Там вдалеке сидит враг. Бомба лежит. Бомбу нужно забирать. Фейс падает. Вот хорошо с деглави действует. Но этого недостаточно, чтобы выигрывать раунд. В спину зайти не пытаются. Там ждет, ждет хакер с пистолетом. Ну что, дадут ему взять девайс или нет? Нет, не дают. Он уходит с пистолетом. Пытается здесь. Ну, 3 в 2 ситуация. АВП, кстати, у Эвела есть. Вот это опасно. Посмотрим, как он разыграет свой девайс. Вот не знают, наверное, об ОВП СК-шнике. Ну, Эвел... Да, он на нижний не смотрит. Потому что там дым, флешки. Вот Эвел реализует свой девайс. Трейс остается в одиночестве. 1 в 3. Отличный хэдшот от Трейса. Вот он... Трейса разводит просто. Разводит, как малыша. 16-6. Ну, здесь, в принципе, все понятно. После того, как в Вирту ПРО поиграли эту игру, шансов у них мало. Ну, они борются как бы за раунды. Они молодцы все равно. Вот быстрый эко-раунд. Ну, нет, они все-таки не быстрые. Идут, идут. И кто там у нас получит халявные фраги? Здесь кучер и хучер. Кучер с РП хорошо себя зарекомендовал. Идут, кстати, они к кучеру. То есть, там нет флешек, а там их нет, там только... Смотрите, вот кучер хэдшотом. Раз. Два. Нет, кучер ему ассистирует. Промахивается, промахивается. Очень похоже. Эвил уже подошел. Лови, лови их, кучер. Хорошо. Ну, вот удержали, конечно. Да, там ребята даже не собирались выходить. 16-7. Ну, вот будет счет в 16-14. И те люди, которые завтра проснутся, которые эту игру не видели, они такие, ммм, 16-14. Это было напряжно. Да, для СК. Да, но, как бы, на самом деле-то... 16... Сколько там? 16-4. Так, занимает кучера. Ну, агрессивно играет, но не идут к нему. Идут они, кстати, к... Форест занимает уже зелень. Отогнал. Там подсадочек, кстати, мутится. Лекс там подсадил хакера на ящичек. Мельно, но верно. Ну, так это выглядит сейчас. Кучер контролирует СВП. Там перемычку. Не идут к нему, словно знают. Видимо, собираются на... Куда-то прострелы. Хакера простреливают. Хакера 49 после этого, этих выставок. Там даже не прострелы были. Выход на центр. Хакер хорошо здесь сыграл. Кучер ждет, но к нему не идут. Хакер, ревел СВП. Великолепно действует. Трейс. Ну, вот Трейс, конечно, определенно, как и Гитрайт. Очень результативно показывает себя в этом матче. Бомба лежит. 40 секунд до конца. Трейс в одиночестве против трех. Он как бы показывает, где он находится. Хоть падает, сломал ножки. Было 16, стало 11. Никак не могут убить игроки команды Виртуз Про Трейса. Но вот, наконец, у них получается это. 16-8. 16-8. Кстати, учитывая, что СК проиграли Винфакту, Альтернейту. Если они проиграют, собственно говоря, то есть выиграют у Винфакта, а Винфакт выиграют у Альтернейта, там будет интересное положение. Посмотрим, что там будет. Быстрая атака. Очень быстро бегут. Здесь Лекс должен собирать кровавую жатву. Сейчас Робан выбежит. Ну, там Глоки. Вот как Лекс. Хуч сыграл на этой позиции не очень хорошо. Вот, Лекс также разыгрывает. Там Хуч уже другую занял на перемычке. Ну, ловят они их, конечно, очень просто. По одному. Ножом! Ножом! Ох, Хуч зарезал ножом. Чертяк-то, а, Фореста. Ну, это такое, знаете, уже от отчаяния. Выиграть не удалось, хоть ножом порежем. МСК Гейминг, видимо, чувствует, что они расслабились сейчас. Они взяли необходимый им раунд. И, видимо, не считает, что им нужно бороться за раунды. Видимо, думает, что они выиграют. У них факт. Надеются, что не придется по раундам считать. Вот и тут, там, Лекс держит слева. Давайте посмотрим, как это со стороны Лекса будет выглядеть. Вообще, должны уже были выходить на него, потому что центр занят. Вот Лекс, смотрите, увидел. Ну, можно убивать-то. Ну, что, ну, Леша, ну, как же так, а? Что же ты спину врагу показываешь? Трейс опять, Трейс с Гитра, я там игру на паузу поставил. Ну, как Леша, нужно было оставаться там из пистолета, пытаться убить. Потому что абсолютно было ясно, что тебе не дадут уйти. Не знаю, может быть, он надеялся на то, что на хелпу со стороны других игроков команды, но... Этого не случилось. У нас остается последний вопрос. Я его задам, когда эта игра будет закончена. Мы все пойдем спать. Ну, у нас пока какая-то реклама. То есть не реклама, а пауза стоит. Стоит пауза, я проведу свой скайп, узнаю, что там происходит. Ну, вот мне подсказывают, что здесь ВЦП развалились. Ну, вот пауза снята. Ну, что, Гитрайт остался в одиночестве. Ну, и убивает его Эйл. 16-10. 26 раундов позади. 4 раунда остается. Ну, счет не отражает здесь силу команд. Уже вот сейчас 16-10. То есть 15-0. Ну, там все было ясно. Пауза стоит. Ой-ой-ой. Так. Снова. Тот же раунд разыгрывают СК, как и обычно. Выход. Нет, они намного быстрее сейчас действуют. То есть смотрите, они полностью отогнали игроков в зелени. Гитрайт, Фейс. Божат. Фейс. Ну, Фейс наконец-то проявил себя. Вот кучер выходит. Нет, это куч был. Разменялись. И кучер последним выходит с ВП. Оно тяжелое. Оно тянет игрока к земле. И, конечно, очень медленно ходит кучер. Ну, и трейс его убивает. 17-10. И вот как бы Лекс пишет. Олег, куч завис. У него 12к было. Зависают кучи. Да, 0 на 0 у куча. Триралу остается подождать. И я задам последний вопрос. Итоги будут подведены там завтра-послезавтра. Там очень много ответов. Бегут. Бегут они на хуча, если я не ошибаюсь. Давайте посмотрим, как хуч разыграет здесь. Вот хуч и Лекс там хорошо разыгрывает. Однако, это СК. Они могут брать сложные раунды, даже оставшись в меньшинстве. Он берет скро. Получается достаточно редко в этом матче. Ну вот, прорвана оборона закрытого бумпуэнта. Триф-пять. Эрил с АВП. Очень близко подходит фейс. И, конечно, для АВП. Но Эрилу пофигу. Близко там. Далеко ли враги? Что ты выбросил? Зачем? Что такое? АВП взял? Молодец. Триф-два. Где Гитрайт? Гитрайт вот здесь прячется в дыму. Увидел. Увидел. Ушел. Стрельба, конечно, великолепна у шведской команды. То есть, Миртус Про здесь проигрывает стрельбе. Ну, не в этом, конечно, моменте, но вообще. 18-10 счет. Два раунда остается подождать. Ну, здесь видно полное превосходство шведской команды. 10 раундов. Ну, вот вопрос. Выйдут Миртус Про в этой игре за 10 раундов? С винфактами не удалось выйти. Получится ли в этой игре? И вот Кучер делает заявку на то, чтобы выйти за 10 раундов. К Лексу идут. Смотрите, вот они движутся к Лексу. Лекс видит. Лекс такой, там головы. Трейс с пистолетом, с деглом. Это какой, пятый или шестой фраковый уже? С деглом какой-то, абсолютно сумасшедший в этой игре. Ну, что там Кучер с лестницы пытался сделать? Трейс АВП взял. И вот смотрите, сверху там сейчас могут Трейса убивать, но не аккуратно играет парень. А нет, там прикрывал ООО Робан. Сейчас ставит бомбу. Хакер здесь, Трейс минус 2, великолепно играет. Ой-ой-ой, Эвил, как гранатка-то прилетела в ответ. И он его АВП свое реализует. 2 в 1. Эвил, поставленная бомба. 19-10, Virtus.pro последний. Что там Лекс написал? А, ну типа, ха-ха, Трейс, Найван, Шот, Вэр. Трейс даже не отвечает ничего нашей легенде. 19-10, последний раунд. Да, немцы выиграли у СК на Дасте 2 со счетом 17-13. Последний раунд, СК опять делают то же самое. Это быстрый выход на открытый бомбу. Вот посмотрите, Хуч здесь почувствовал силу. Не хэк раунд. Хуч идет в спину. Удастся ему что-то сделать. Должен убивать Трейса. Убивает Трейс, но Трейс перед этим успевает убить двоих. Хуч там борется дальше, пытается стреляться с Гетрайтом. Но это, извини, Гетрайд. 2 в 3. Есть девайсы, кстати, у Virtus.pro Lex куча. Нет, уже как бы Lex, легенда в одиночку осталась. 20-10. Поздравляем команду SK Gaming с этой победой. И я задаю свой последний вопрос. Это вопрос, который придумал Ксенитрон. Если вы знаете ответ на этот вопрос, вы идете на сайт поиступой.ру в новость Virtus.pro между молотом и наковальней и даете свой ответ на него. Итак, какие два игрока Virtus.pro встречались с одной и той же девушкой из... ну, из той же девушки, из Virtus.female. То есть сейчас она играет в Virtus.female. Я повторяю вопрос. Какие два игрока команды Virtus.pro встречались с одной и той же девушкой из команды Virtus.female? Вопрос от Ксенитрона, вопрос сложный. Ответ думаем. Я вольмайфюрер. На сегодня мы закончили. С трансляцией. Кстати, партнеры и спонсоры мероприятия. Обязательно к изучению. Очень хорошие ребята. Без них мы бы не получили этот замечательный... Продолжение следует...